Прививать своего ребенка или нет? Дебаты по этому вопросу не прекращаются в обществе. С одной стороны антипрививочные группы и различные видеоролики в интернете, а с другой мировая медицина с ее статистикой и данными. Но как относится к данному спору наша религия? Этот и многие другие вопросы мы задали имаму центральной мечети города Каспийск Каримуле Хидербекову. Никакая мировая религия не запрещает и не ограничивает человека в вопросах профилактики здоровья и предупреждения болезни. Также в исламе, с точки зрения шариата, нет ничего противоречащего по отношению к прививкам. И даже наш пророк Мухаммад, благословит его Аллах и приветствует, говорил о необходимости проводить своевременное лечение, отмечает имам центральной мечети Калимула Хидербеков. С точки зрения ислама, в шариате противоречащего ничего нет. Потому что наш пророк за здоровье общества, за здоровье людей. Тогда говорил наш великий пророк, саллиллаху алейхи вассалам, лечитесь, поправляйте ваше здоровье. Широко используется метод вакцинации во всех мусульманских государствах. К примеру, мы все прекрасно знаем, что в нынешнее время паломники не получают разрешения для въезда в Саудовскую Аравию, совершения хаджа, пока не сделают прививку, что является еще одним доказательством того, что наша религия лишь одобряет проведение вакцинирования. Я не сказал бы, что сегодня эти прививки у нас, в России, в Дагестане, направлены против человека. Я не сказал бы это. Поэтому я за то, чтобы делали все прививки, и это очень полезное, нужное дело. Имам Центральной Мечети считает, что первопричина отказа от вакцинации лежит не в религии, а в противоречивости мнений, бытующих в обществе. Широкая интернет-пропаганда ставит людей в сомнительное положение. Физическое здоровье и духовное здоровье. Потому что люди сейчас, неопределенность есть среди людей. Одни заблюдают какой-то путь, другие заблюдают иной путь. Поэтому люди должны открыть глаза пошире и осознать истину. И держаться за истину. И не зря наш пророк, салли Аллаху алейхи вассалам, говорил, Но даже несмотря на постоянные беседы и пятничные проповеди имамов, отказов от прививок с каждым годом становится все больше. Если в 2011 году в детскую поликлинику поступило 219 отказов от родителей прививать детей, то в 2012 году к этой цифре добавилось чуть ли не 200 человек. А в 2014 году и вовсе количество людей с письменными отказами достигло 1241 человека. Потому имам Центральной мечети просит всех мусульман не верить сомнительным статьям, наполняющим интернет, следовать правильному пути и беречь свое здоровье. Шахнабад Кулиев, Алексей Колесников, Новости Каспи-ТВ.